Стань нормальным! Будь как все! Не выделяйся! Не поднимай руку, не поднимай голову! Смотри всегда вниз, смотри всегда вниз! Будь рабом, будь рабом! Потребляй, потребляй! Стань как все! Будь нормальным! Улыбайся, когда нужно! Не улыбайся, когда не нужно! Молчи, когда того хотят! И говори, когда тебе дают добро! Фас! Нападай! Что такое нормальность? Ну что такое нормальность? Вот эта вот фраза изъездена «Будь как все, не выделяйся!» Что значит «будь как все, не выделяйся»? То есть будь никем, ничем! Каждый настолько уникален! Каждый настолько индивидуален! Настолько неповторим! Но каждый копирует паттерны, как нас научили в школе! И каждый зашлакован так настолько физически и ментально, что он не может, у него не хватает энергии и сил признать, что он ненормален, когда он как все! Ко мне вот приходят в школу, в мою школу, в Телеграме, люди, и говорят, я вот сейчас начинаю вести новый образ жизни, питаться не так, как нужно, как наши предки кушали, живая еда для живых людей, мёртвая еда для мёртвых людей. Начинаю очищаться, и там все люди говорят, а, я какая-то ненормальная, вот мне муж говорит, я ненормальная, вот мне люди говорят, я не такая, как все. Так это же круто! Ты уникальная, а они все ненормальные. Запомни это! Ты единица, ты выбрался из вот этой ловушки, вот этой тюрьмы, как все, как стадо овец, бессмысль, не умеющих мыслить, всегда надеющихся, что кто-то за них помыслит, кто-то за них что-то сделает. Они любят ходить по проторенным дорогам, они любят слушать авторитеты, которые на самом деле фейковые авторитеты, они любят образование, которое делает людей тупыми, глупыми овцами, и они считают себя нормальными людьми. Нормально это завести семью, нормально это пахать с утра до вечера, приходить домой, нормально это бить жену, нормально это ругаться, нормально это иметь аборты, нормально курить, бухать, валяться домой, не являться, нормально это. Все это нормально для кого? Для тупых. мир, овец. А для тех, кто понял, как на самом деле устроим мир, и что мы приходим и рождаемся не один раз, и что нам нужно в первую очередь это идти к Богу, а всё остальное потом, всё остальное должно быть второстепенно, тогда уже человек понимает, что, опа, я такой один, вокруг меня нет, вокруг одни глупцы, идиоты. Но опять же, и я была идиотом, я была как все, но всю жизнь я чувствовала свою ущербность и беловоронье, потому что меня всегда притесняли, всегда я оказывалась одиночка, всегда я, из-за того, что отец оставил из детства травмы, я чувствовала себя изгоем, и в конце концов я поняла, что это привело к лучшему. Это научило меня мыслить нестандартно, это дало мне источники знаний уникальных, и это дало мне понять и признать, что на самом деле я никогда не одинока, даже если я одна, я не одинока, со мной рядом Бог, со мной рядом тысячи существ вокруг летающих, 64 параллельных измерений, как мы можем быть одни. И когда я стала заниматься тем, чем нужно, открыла свой истинный потенциал с помощью уникальных техник, которые я в школе даю, очищение, писали присоединяться и приходить единомышленники. Конечно, их не тысячи, но и не нужно, потому что так много людей, к сожалению, не проснётся, потому что для такой работы требуется огромная работа, а люди не хотят трудиться, люди не хотят брать ответственность за свою жизнь, они хотят, чтобы за них полечил, их полечил доктор, за них сделали домашнее задание, кто-то они им заплатили. То есть люди хотят идти проторенными дорогами, лёгкими, а трудный путь, он только путь избранных. Трудный путь, он истинный путь. Трудный путь, он путь воинов. Трудный путь, он не ложь. Поэтому тупые вокруг всё нормально, но главное, что ты не тупой. Правда? Не тупой? Да, опять, если не тупой. А я была глупая, доверчивая. Но лучше быть доверчивым, чем подлым. А вокруг много подлых и хитрых. Итак, приходи в мою школу здоровья, ссылка в шапке моего профиля. Выходи из стада.